Добрый день, меня зовут Семен Кибала и вы слушаете очередной выпуск подкаста Деловая библиотека. Для того, чтобы успешно что-либо продавать, необходимо точно уяснить, какую форму ценности вы хотите выбрать. Существует огромное количество способов, как заработать деньги. И все эти способы можно объединить на самом деле всего в 12 форм ценностей. И сегодня я вам расскажу как раз про эти формы ценности на основе одной из моих любимейших книг. Она называется «Сам себе MBA» – самообразование на 100%, которую написал Джош Кауфман. Автор книги объединяет все ценности в 12 групп. Продукт, услуга, общедоступный ресурс, подписка, перепродажа, аренда, посредничество, аккумулирование аудитории, заем, опцион, страхование и капитал. Начну свой рассказ с первой формы, которая очень близка мне, ввиду того, что я занимаюсь товарным бизнесом. И эта ценность называется «продукт». Ценность в форме продукта может воспроизводиться множество раз. То есть мы создаем однажды какой-то качественный товар и затем можем его тиражировать и продавать. В этом плане также можно привести в пример, например, издание книги. Автор пишет книгу, создает свою ценность и после этого компания-издатель занимается непосредственно распространением. А автор получает уже без каких-то своих затрат, получает комиссионные. Мне очень нравится эта форма бизнеса, ввиду того, что у вас есть непосредственно предмет, в который вы вкладываете свою душу, который вам очень нравится. И сам ваш товар является определенного рода продавцом. И ваши клиенты, надевая или пользуясь товаром, который вы производите и продаете, показывают другим людям возможности его использования и его пользу непосредственно для каждого. Но есть, конечно, свои сложности в товарном бизнесе. Это высокая себестоимость. А определенной гибкости можно добиться в том, чтобы разделить ваши товары на категории. В частности, в нашей компании UniFashion у нас есть два основных класса продуктов. Это Premium и Basic. И если к нам обращаются клиенты, которые хотят самые дешевые футболки по самой низкой цене и также толстовки, мы им предлагаем выбрать Basic. Потому что они просто стабильно хорошие, но цена действительно сильно ниже. Если же запрос таков, что клиенту необходимы самые лучшие толстовки, функциональные, из лучших материалов, то здесь мы предлагаем наши самые главные. Это толстовки Premium и Ultra, которые, конечно же, стоят значительно выше, но зато и качество самого товара выше. В некоторых других формах ценности больше гибкости как раз в том, чтобы изменять цену, но не в товарном бизнесе. Второй формой ценности, которую мы рассмотрим, будет услуга. Здесь яркие примеры. Это различные консультации, юридические, бухгалтерские, это парикмахерские. Здесь следует сказать, что в услугах довольно низкая себестоимость, потому что нет самого товара. Здесь основная плата – это заработная плата сотрудников, аренда офиса, где находится. И в рамках одной компании можно сделать достаточно широкий спектр услуг без каких-то дополнительных затрат. Но в этой форме ценности есть, конечно же, свои сложности. Это зависимость от опыта сотрудников. Если вы получаете от производителя хороший товар, то независимо от опыта вашего сотрудника, в любом случае клиент финальный, когда получает товар, он будет доволен. То здесь же, когда вы получаете какую-либо услугу, один ваш сотрудник может сильно подпортить репутацию всей фирмы, и после этого вы лишитесь определенной части клиентов. На услугах можно сильно зарабатывать, если услуга будет редкая. В качестве примера можно привести работу хирурга профессионального. Таковых гораздо меньше, чем парикмахеров. Чем услуги хороши? Это тем, что у вас будет постоянная плата от одного и того же клиента. Но опять же, тот же пример юридической консультации или парикмахерские. Людям, если нравится парикмахер, то они будут приходить регулярно к одному и тому же мастеру. В услугах очень важно соблюсти баланс между временем и ценой, чтобы все-таки ваша деятельность окупалась и приносила вам плоды. Третья ценность – это общедоступный ресурс. Его вы единожды создаете и затем берете плату за использование. Ярким примером является фитнес-клуб или тренажерный зал. Здесь создатели покупают набор штанг, тренажеров и затем люди приходят и пользуются ими наравне с остальными. К общедоступному ресурсу также можно отнести различные парки, музеи. В частности, про музей хочется отметить очень такую хитрую особенность, если вы называете свою компанию музеем. Вот так в Петербурге есть, например, музей эротики. И я долгое время удивлялся тому, что действительно ли это музей. И когда однажды все-таки я удовлетворил свое любопытство и зашел туда, увидел небольшой стендик, относящийся к теме музей эротики, но по сути это была небольшая такая городская больничка коммерческая. Так что можете воспользоваться вот такой хитростью. Когда вы создаете свой бизнес на основе общедоступного ресурса, вам важно отслеживать уровень потребления, потому что если пользователей будет недостаточно, то вы не сможете с надлежащей скоростью покрывать расходы. Ну а если пользователей будет слишком много, то эта самая перенаселенность испортит каждому вашему клиенту впечатление от пользования вашим продуктом, и он перестанет пользоваться вашей услугой. Четвертой формой ценностью будет подписка. Это создание определенного блага на постоянной основе. Вот эти блага, они могут быть материальные, могут быть нематериальные. В частности, по форме подписки мы с вами используем кабельное телевидение, интернет, мобильную связь, все это вот яркая форма. Я также в своем бизнесе использую по форме подписки Dropbox, как облачный сервис для хранения данных, телефонию и CRM-систему. Но это вот то, что сейчас я вспомнил. На мой взгляд, это одна из перспективных и самых интересных форм создания ценностей, потому что вы набираете базу своих подписчиков, которые регулярно платят вам. И если прошлые продолжают платить, то новые дополняют. И, соответственно, с каждым месяцем вы получаете все больше и больше прибыли, а если вы создадите какой-то вирусный эффект, то количество подписчиков у вас будет значительно больше. Но, опять же, здесь есть свои сложности в постоянном поддержании вашего ресурса. Вот, опять же, мобильная связь или облачный сервис. Для вот этих ребят необходима огромная технологическая база. Также вот в этом способе подачи ценности мне очень нравится то, что клиенту, чтобы завлечь его, можно предоставить определенный срок пользования бесплатно. Вы зачастую сталкиваетесь с тем, что начните пользоваться нашим ресурсом или сервисом и получите 14 дней бесплатно. А параллельно они берут номер вашей карточки, чтобы через эти самые 14 дней сдернуть у вас оплату за первый месяц. Вот так у меня произошло, кстати говоря, со скайпом. Я активный пользователь Skype Out. Это возможность звонить со скайпа платно на мобильные телефоны в любую страну. Да, в принципе, на любые телефоны. Значительно дешевле, чем с мобильного на мобильный. И вот как-то в один из месяцев я подписался на бесплатное обслуживание в течение двух месяцев. И затем с меня сняли оплату серьезную сразу за месяц. То есть не по минутам, как я обычно платил, а именно по месячной. Вот можно и к таким хитростям прибегать. Формы подписки можно также комбинировать с другими формами. В частности, если это фитнес-клуб, то здесь вы покупаете абонемент сразу же на год и начинаете пользоваться. И также после года продлеваете еще на год. Вот, пожалуйста, яркий пример. Мне очень нравится американская компания, которая называется One Dollar Shave Club. Там вы оставляете номер своей карточки и ежемесячно с вас снимают плату, а взамен присылают набор бритвенных принадлежностей. И ввиду того, что мужчины бреются регулярно и нам нужно постоянно не забывать ходить в магазин и покупать бритвы. Вот эта компания One Dollar Shave Club, она попросту решила этот вопрос и присылает прямо на дом по нескольку бритв то количество, которое вы подтвердите. И, собственно, помогают сохранить время. Компания многомиллионная, несмотря на то, что некоторые бритвы действительно стоят по одному доллару. И у них очень интересный вирусный ролик, который я люблю пересматривать и преподавая свои тренинги, и самостоятельно. Но вот яркий пример вирусного ролика. А я обязательно в материалы к этому подкасту вам его пришлю. Посмотрите еще раз, если смотрели. Если не смотрели, то она вас точно повеселит. Пятая форма ценности – это перепродажа. Здесь все просто. Розничные продавцы покупают у мелкооптовых продавцов, а те, в свою очередь, закупают у крупного опта. И эта схема не может существовать по-другому. Да, конечно, есть схема, когда производитель непосредственно на полке магазинов выставляет свою продукцию. Но чаще всего есть какая-то схема, как минимум стоящая из трех элементов. И каждый при этом выигрывает. Потому что, если, скажем, фермер, который выращивает яблоки, напрямую пытается конечному потребителю продать яблоки, это ему будет абсолютно невыгодно. Ему проще по более выгодной цене все сразу продать в крупную овощебазу, и затем уже овощебаза по разным магазинчикам будет продавать мелкими поставками. И каждый, в свою очередь, будет зарабатывать сверху. А потребитель также выигрывает, приходя в какой-нибудь магазин Pepsi24 прямо в своем доме и платя на 50% выше. Зато он может купить рядом с домом и хоть одно, хоть два яблока. У многих людей старшего поколения еще осталось в голове такое понятие, как спекулянт. И вот многие думают, что перепродажа – это какое-то зло. На самом деле, конечно же, не так. И вся эта схема должна существовать по-другому просто невозможно. Потребители попросту не смогут курсировать между фабриками, экономя при этом какие-то 100-200 рублей. Так что, если вы продаете и перепродаете, не исцелитесь этого, делайте это и дальше. Следующая форма ценности – это аренда. Когда вы приобретаете некую ценность с тем, чтобы позволить другому лицу пользоваться этим. Тут множество примеров. Это издача машин в аренду, и дома, и яхты, самолеты. Ну вот, я прыгаю с парашютом, и вместо того, чтобы покупать парашют временный за 200 тысяч рублей, я могу прийти и на один прыжок его арендовать за 1000 рублей. Ввиду того, что сейчас пока мне не нужна парашютная система, чтобы на ней совершать всего несколько прыжков в году. И так я путешествую по миру и прямо на месте арендую ровно на то количество прыжков, на котором мне нужно. И это позволяет мне существенно экономить деньги. Касательно бизнеса, здесь я применяю эту схему аренды в своем бизнесе Silent Eve. В нашем парке оборудования несколько сотен наушников, которые применяются в абсолютно узкой направленности. И нашим клиентам попросту нет смысла покупать это оборудование, ждать его производства, если они могут значительно дешевле взять у нас в аренду и, например, на один день сделать бесшумный кинотеатр или бесшумную дискотеку в наушниках, сразу на 300 или 600 наушников. Мне близка эта схема ведения бизнеса, потому что единожды закупив оборудование, вы его сдаете и, по сути, получаете 100% прибыль за вычетом платы сотрудников. И здесь, опять же, можно гибко подходить к выставлению цены, можно продавать дорого и, опять же, дополнять список услуг. Потому что наушники могут применяться во абсолютно разных сферах. Например, вам нужно провести конференцию в каком-то шумном помещении на форуме или фестивале. Вы надеваете на всех наши наушники Silent Eve, и все посетители, ваши гости, они слышат абсолютно отчетливо, изолированно звук спикера. Если вы еще не слышали о таком способе, то я в материалах к этому выпуску приложу пару видео, чтобы вы посмотрели, как вообще в мире люди используют эти самые наушники. Переходим к седьмому пункту, это посредничество. Здесь вы продвигаете и продаете какие-то ценности, которые не принадлежат вам. В качестве примера могу привести агента по недвижимости, благодаря которому продается определенный дом, а агент, в свою очередь, потратив свое время, получает комиссионный с этой продажи. Абсолютно логично и просто. Тот, кто обладает этой квартирой, он не тратит свое время и занимается другими делами. И взамен всего лишь небольшой процент отдает этому человеку. Мне очень нравится также схема многих в последнее время появившихся ресурсов кэшбэка. В частности, разрекомированный повсюду ресурс Letyshops, на котором я сам зарегистрирован. И всего лишь переходя по ссылкам с этого ресурса, вы имеете возможность вернуть определенную долю вашей оплаты. Я пользуюсь для того, чтобы совершать покупки на Алиэкспрессе и бронировать отели на Booking.com. То есть, всего лишь переходя через ссылку этого сервиса, 2% возвращаются чистыми деньгами. И вот, собственно, все выигрывают. Я, то, что получил кэшбэк, Letyshops, потому что они получили от всех этих компаний тоже какой-то процент. Ну, а Booking и Алиэкспресс, в очередь, получили клиента в виде меня. Конечно, я знал о них раньше, но есть большая доля клиентов, которые узнают о ресурсах только благодаря вот этому посреднику. Здесь вам нужно в посредничестве учесть баланс сил и вознаграждения, чтобы, потратив огромное количество времени, вы не получили какие-то копейки, которые вас не удовлетворят. Восьмая ценность – это аккумулирование аудитории. Когда вы привлекаете огромное количество людей на свой ресурс и дальше продаете рекламу рекламодателей. Примеры очевидные – это журналы, сайты, блоги. Вот сейчас, конечно, в тренде видеоблогеры, которые собирают свою миллионную аудиторию и затем в каждом выпуске продвигают какие-то сторонние услуги и продают товары. Здесь важно заметить, чтобы аудитория была какая-то характерная и лучше всего узконаправленная. Либо же просто огромная аудитория. Ну, в частности, у блогеров она просто большая, там такой огромный микс. Но, тем не менее, можно выйдет по возрастному цензу, по полу. Ну, а если это какие-то тематические сайты, то здесь, конечно, аудитория будет поменьше, но зато очень качественная и четкая. И даже если на вашем сайте, посвященном автомобилям, меньшее количество посетителей, чем у блогера, который рассказывает обо всем, то вы можете зарабатывать даже и больше ввиду качественно подобранной аудитории. Еще один пример именно аккумулирования аудитории. Мой приятель Женя Кузнецов проводит национальный фестиваль франшиз. И он проводит его абсолютно бесплатно для посетителей, но предоставляет возможность другим компаниям купить место на этой выставке. Соответственно, те, кто хочет продать свою франшизу, они получают большой трафик людей, с которыми можно работать и которым продавать франшизу. Люди приходят бесплатно, и организатор фестиваля зарабатывает на том, что участники компании платят. И вот также хочу отметить еще один интересный ресурс, называется bboss.ru. Это сайт, на котором собраны франшизы разных компаний. И это не на правах рекламы в моем подкасте, просто основатели ребята очень настырные. И когда я впервые стал на одном из фестивалей по франшизам, ко мне они подходили, они начали писать, они звонили. Это был просто невероятный огромный поток навязчивости. Но тем не менее, что я вижу сейчас, действительно, один из крупнейших в России ресурсов по продаже франшиз. И я уверен, что ребятам живется вполне себе достаточно хорошо. Потому что франшизы стоят немало, и те люди, которые продают их, они готовы платить значительные деньги за размещение и за тех самых людей, которые будут это покупать. Это было аккумулирование аудитории. Переходим к девятому пункту – заем. Ну, здесь тоже это вам знакомо. Ипотека, автокредит – все это стало доступным, и вы можете получить что-либо прямо сейчас, не обладая большой суммой денег. А кредитные карты позволяют нам покупать какие-то необходимые мелочи жизни, на которые не хватает полной суммы. В этом пункте я бы хотел рассказать о двух хитростях, которые я считаю вполне себе разумными. В частности, я пользуюсь кредитной картой Тинькофф All Airlines. Плата годовая, там порядка 4 тысяч рублей. Но благодаря тому, что все покупки я совершаю с помощью этой карты, я получаю примерно возврат 50 тысяч рублей в год. Вот такая особенность, ввиду того, что, опять же, кредитная карта существует для того, чтобы заработать на процентах от кредита. Но я использую совершенно иначе. Я закидываю сверх кредитного лимита деньги. То есть, по сути, это как дебетовая карточка. И когда количество денег доходит до порога нулевого, я пополняю ее снова и продолжаю пользоваться. И по кредитной карте, конечно, всегда вот этот кэшбэк, эти накопленные баллы, они выше, чем по дебетовой карточке. По сути, зарабатываю на кредитной карте. И вполне себе внушительные суммы. Также интересная особенность, вот недавно у меня был диалог с моим приятелем-предпринимателем, который купил машину по способу операционный лизинг. То есть, сама машина стоит 100 тысяч евро. И если вы ее покупаете в кредит, то в итоге вы платите 140 тысяч евро. Но если воспользоваться функцией вот этого самого лизинга, то вы также, как и в случае с кредитом, будете платить ежемесячные платежи. Но в эти платежи будет включено все. Это обслуживание машины, замена резины, транспорты, налог и страховка, конечно же. И в итоге, после тех же самых там трех лет кредита, только трех лет лизинга, вы заплатите не 140 тысяч евро, а 70. Но после этого машина переходит в собственность компании, которая предоставила вам этот лизинг. Я понимаю, конечно, здесь есть определенные у вас сразу же вопросы, как же так, ведь после кредита она останется у нас, а после лизинга мы зачем-то ее должны будем отдавать. Но подвоха никакого нет. Дело в том, что машину, которую вы купили за 140 тысяч, в итоге вы продадите за те же самые 70-80 тысяч евро, а оставшиеся 70 вы потеряете. Так зачем париться с продажей, если вы можете просто ее отдать и потерять, по сути, те же самые деньги и заново взять другую машину. Но более того, если даже у вас есть сразу вся сумма в 100 тысяч евро, за которые можно приобрести машину, то взяв ее в лизинг, вы будете уплачивать по тысяче-две в месяц, и оставшиеся деньги, 90 тысяч, вы сможете реинвестировать и еще и заработать на них. То есть, на мой взгляд, это самый разумный и мудрый ход по приобретению машины. Если же вы хотите зарабатывать с помощью этого способа, то здесь нужно обладать довольно существенной суммой и проводить так называемый андеррайтинг, то есть проверку на благочестивость и на возможность ваших клиентов вернуть вам деньги. Десятым способом зарабатывания денег является опцион. Чаще всего это слово вы слышали, наверное, в сочетании с фондовой биржей, но опцион – это более распространенное явление, даже чем вы можете себе представить. Опцион – это возможность совершить некое действие в установленный период времени в обмен на определенное вознаграждение. И в частности, билеты на концерт или в кинотеатр, купоны на скидку – все это является опционом. Вы покупаете возможность пойти, но также вы можете легко его пропустить. Еще один яркий пример опциона – это залог за сдаваемое жилье. Скажем, вы можете перечислить деньги потенциальному арендодателю в другой город, и если вы не приедете, он просто удержит их, а если вы приедете, то сможете спокойно заплатить ему полную стоимость аренды, и при этом этот вариант не уйдет от вас, пока вы будете добираться. Одиннадцатой формой ценности и возможностью заработать является страхование. Здесь, конечно, нужно, опять же, обладать серьезным ресурсом финансовым, чтобы создать компанию подобного рода. И, конечно же, здесь нужно соблюсти баланс взносов и выплат. Страховщики зарабатывают на постоянных взносах, на увеличении клиентской базы тех самых людей, и если что-то и происходит, то есть какой-то риск, например, сгорел дом или машина попала в аварию, то сумма выплат за ремонт, за восстановление этого дома, она будет существенно ниже, чем сумма всех взносов, которые платят другие люди. Здесь, конечно, нужно оценивать риски. На мой взгляд, один из самых трудоемких способов заработка. Начинающим предпринимателям я даже не рекомендовал рассматривать этот способ. Ну и последняя, двенадцатая ценность, мы дошли уже до финала, это капитал. Это тот способ, когда вы зарабатываете больше денег с помощью уже имеющегося у вас количества денег. И вот здесь хочется процитировать слова экономиста американского Альфреда Маршалла. Капитал – та самая часть благосостояния, которая нацелена на обретение еще большего благосостояния. Инвесторы из разных частей мира, которые называются бизнес-ангелы, вкладывают деньги в какие-то начинающие компании, во множество начинающих компаний, и в итоге одна из таких может выстрелить, и этот бизнес-ангел может оказаться совладельцем в будущем очень прибыльной миллионной компании. Но если у вас нет такого большого количества денег, то я бы рекомендовал рассмотреть вариант покупки ценных бумаг, в частности, акций, облигаций. Этому способу мы даже посвятили один из подкастов, когда гостем программы был Роман Рогашоков, автор книги «Деньги есть всегда». Если вам это интересно, а вам это должно быть интересно, в случае, если вы хотите получить определенное благосостояние, обязательно послушайте тот подкаст, много всего было интересного сказано и конкретной методики, как начать инвестировать. Ну и, конечно, с помощью уже созданного капитала можно зарабатывать, вкладывая в собственный бизнес, чем я, в частности, занимаюсь, и это зачастую дает даже больше прибыли, чем вложение в какие-то другие компании, потому что здесь контроль происходит собственникам, и есть возможность за одну сделку получить значительный приток капитала. Вот так в сегодняшнем подкасте мы с вами рассмотрели 12 форм ценностей, с помощью которых можно зарабатывать деньги. И какой вывод я бы хотел, чтобы вы сделали, это прежде всего то, что зарабатывать может любой, вне зависимости, какие у вас уже есть ресурсы, денежные или нематериальные. Если вы занимаетесь посредничеством или предоставляете какие-то услуги, здесь у вас может быть абсолютно ноль вложений. Ну а если у вас есть определенное количество денег, то вы можете зарабатывать практически с нулевыми физическими затратами, потому что займы и капитал будут позволять вам становиться еще богаче. Спасибо огромное, что дослушали подкаст «Дело в библиотеке» до конца. Если у вас есть какие-то вопросы, конечно же, как всегда, пишите мне на почту или в социальной сети. И не забывайте подписываться, будущие подкасты будут еще интереснее. Всего доброго, через две недели услышимся. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!